Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании TechMill и с вами я, Артур Диатуллин. В понедельник у нас индекс доллара пытается удержать поддержку на 90 пунктов вот здесь, после того, как попытка перейти в рост на релизе инфляции в пятницу, это был очень важный отчет по инфляции в США за апрель, эта попытка, собственно, с треском провалилась, и это видно как раз-таки из вот этого необычного такого движения вверх, значит, была попытка перейти в рост, достиг доллар, индекс доллара уровня 90-40 и затем очень-очень поспешно откатился, причем рост был как раз-таки на отчете по инфляции и затем последующее снижение, в общем, происходило ближе к завершению сессии. В общем, интересно, конечно, понять, почему такое произошло, сначала вспомним, что у нас произошло в пятницу, значит, отчет по инфляции у нас показал, что она выросла до максимального уровня за несколько десятилетий, составила она у нас 3,1%. Вот можно видеть, что вот у нас представлены, собственно, на графике инфляция, измеренная посредством роста потребительских расходов, личного потребления и индекс потребительских цен. Можно видеть, что сейчас они, оба эти показателя на максимуме нескольких, получается, десятилетий, да, ну вот видно, что вот здесь провести стрелочку, не касается никакой из точек кривых данного значения. Собственно, находятся они на многолетних максимумах, на пике экспансии предыдущей, она составляла у нас примерно 2,9%, сейчас перевалила за 3%. Следует заметить, что концессус прогноз у нас по отчету апрельскому был 2,9%, еще дополнительно к тому, что инфляция взлетела на многолетние максимумы, она еще оправдала прогнозы. Но, но, что интересно, у нас долговой рынок достаточно прохладно встретил новость, в отличие от доллара, который вот здесь сделал скачок. Если мы посмотрим с вами, что происходило в десятилетних трежерис, вот видно, да, у нас пятница. Собственно, вот здесь у нас был релиз отчета по инфляции, и вопреки ожиданиям, что здесь будет какое-то движение вверх, да, доходность едва шлахнулась, и в конец она уже сессиялась, наоборот, перешла в снижение, даже снизилась. Я напомню, да, что когда у нас повышается риск повышенной инфляции в будущем, то инвесторы в инструментах фиксированной доходности, типа банда, они должны, как бы, ну, их нормальная реакция потребовать более высокую доходность в своих вложениях. Это выражается в том, что они, как бы, скидывают инструмент, скидывают банды, цена его таким образом начинает падать, и доходность его таким образом растет. Это происходит потому, что он предлагает нам фиксированные потоки платежей в будущем, то есть некоторую фиксированную сумму вот этих купонов и номинал. Если, соответственно, цена вот этих потоков платежей, она сейчас падает, то получается доходность в вложении растет. Собственно, если еще раз попытаться проанализировать вот эту реакцию Treasuries, то она, ну, именно на отчет по инфляции, она оказалась не совсем понятной. Доходность, она должна была вырасти, да, и это бы показало, что инвесторы обеспокоены перспективной повышенной инфляцией за отчеты, и поэтому требует более высокую доходность по 10-летним долговым инструментам. Но, наоборот, мы видим, что, как бы парадоксально это ни казалось, но рынок, похоже, все-таки учел даже вот такой вот сильный отчет по инфляции, потому что доходность снизилась. Собственно, есть несколько объяснений, почему такое могло произойти. Во-первых, это у нас эффект низкой базы. Напомню, что у нас в апреле прошлого года был разгар локдауна в США, и, естественно, это потянуло инфляцию вниз. И, конечно же, по сравнению с тем моментом, апрель этого года, ну, понятное дело, да, выглядит очень хорошо. Собственно, поэтому по сравнению с инфляцией в прошлом году, когда она там, наверное, скорее всего, снизилась, да, из-за локдауна, в апреле этого года инфляция выглядит повышенной. То же самое можно ожидать и от мая этого года, повышенный темп инфляции, за счет того, что у нас есть эффект низкой базы. Второй момент – это то предположение, что инвесторы на долговых рынках, то есть те, которые делают у нас десятилетние вот эти казначейские облигации, они поверили словам ФРС, что, ну, ФРС утверждает, утверждал и продолжает утверждать, что инфляция вызвана временными факторами, скоро инфляция начнет, темпы инфляции начнут замедляться, инвесторы должны быть к этому готовы. Вроде бы сначала инвесторы этому не верили, мы помним, да, с вами, что у нас происходил вот здесь очень быстрый рост инфляции, происходил он примерно до апреля, вот здесь была такая тенденция, тренд, да, где, по сути, инвесторы в долговых инструментах, в бандах, они выражали беспокойство по поводу будущей инфляции, будущих темпов инфляции, поэтому массово выходили из бандов долгосрочных, что приводило к росту доходности облигаций. Затем эта тенденция сменилась, у нас, ну, вот здесь вышли вот на такую вот стабилизацию, в которой до сих пор мы остаемся. И в этом контексте, да, отчет по инфляции за апрель, который вроде показал повышенное значение инфляции, он не произвел эффекта, потому что уже инвесторы посчитали, что ФРС, ну, не стоит спорить ФРС, нужно ориентироваться на ФРС, ФРС, раз она считает, что инфляция временная, мы будем верить, поэтому из бандов выходить не будем. Поэтому, собственно, отчет по инфляции произвел такой, ну, странный, да, вот с первоначальной точки зрения эффект. Что еще? Значит, если у нас будет повышенная инфляция в мае, если мы увидим, например, такое же значение, как было в апреле, если мы увидим в мае, то, на мой взгляд, беспокойства уже не избежать, потому что появится более-менее некоторая тенденция. То есть в апреле высокий рост инфляции, уже в мае тоже высокий рост. Начну сомневаться в словах ФРС, да, в прогнозах ФРС по инфляции, и в бандах может продолжить свое движение вверх, и тогда у доллара появится возможность также перейти в рост. Если банды у нас не двигаются, если доходность у нас не растет, доллару, конечно, тяжело было нормально отреагировать на отчет по инфляции, потому что обычно, обычно, когда у нас растет сильно доходность, у нас также растет и доллар. Тут произошла как бы распорядинация. Доллар попытался вырасти, а тут в трежере вообще ничего не произошло. Поэтому там быстро был вот этот скачок погашен. Что еще? Значит, у нас на этой неделе вышла очень важная статистика по Азии. Хотелось бы рассмотреть ключевые моменты. Собственно, это у нас отчет, сейчас вот сюда перейдем, это у нас отчет, во-первых, по китайской экономике, активность в производстве на фабриках. Значит, стоит прежде всего отметить, что, подчеркнуто, да, что стоимость сырья у нас выросла максимальным темпом за десятилетие. То есть у нас издержки у китайских производств растут. Это преимущественно происходит, потому что растет стоимость сырья очень быстро. И это, собственно, все откладывается на активности в общем производстве. Если мы посмотрим, собственно, на то, как у нас изменилась активность в производстве, ну вот видно, да, то, что был 51, точнее снизилось до 51 пункта, составлял 51,1 пункта. Собственно, если мы дальше посмотрим отдельно по субкомпонентам, по субиндексам, можно отметить, что новые экспортные заказы у нас снизились в отрицательную зону, в негативную, да. 50 – это у нас нейтральный уровень, то, что ниже – это у нас негативные изменения. В общем, новые экспортные заказы снизились, и в то же время издержки повысились. Причем повысились до максимального уровня с 2010 года. То есть понимаем, да, какая ситуация складывается. У нас растут издержки, при этом постепенно начинают замедляться новые заказы экспортные. В целом, это говорит о том, что активность постепенно-постепенно начинает, ее темпы роста начинают замедляться, она начинает стабилизироваться. Кроме того, так как выросло у нас сырье, и так как малые фирмы у нас не могут перекладывать растущие издержки на потребителя, так как у них, ну, не могут они, как бы, из-за высокой конкуренции они не могут перекладывать свои издержки на потребителя, потому что, ну, просто утратят рынок, у них снизится продажа. Они, как бы, должны терпеть, и так как они это терпят, у них, во-первых, сокращаются объемы активности, что, собственно, видно из вот этого субкомпонента активности на малых предприятиях. Фонд также у нас резко снизился, было в апреле 50,8%, стало 48,8%. Это нам говорит о том, что среди крупных предприятий, да, там начинается вот эта история с повышенными издержками, что начинает уже бить потихоньку неприятно, ну, неприятное воздействие оказывается на активность, и в малых фирмах тоже это у нас происходит. Поэтому вот это нужно иметь в виду, что активность потихонечку начинает, ее рост потихонечку начинает замедляться, мы выходим на стабилизацию. Значит, на этой неделе основное внимание будет приковано к отчету Non-Farm Payrolls, выйдет он в пятницу, это будет отчет за май, как я уже говорил на прошлой неделе. Если у нас не происходит закрепление доллара, вот после этого пробоя, если не происходит закрепление доллара выше, собственно, вот этого, сейчас изменим масштаб, не происходит выше верхней границы канала, что, собственно, не произошло, то на следующей неделе должна будет возобладать тенденция к дальнейшим продажам. Я продолжаюсь придерживаться вот этого взгляда, и, возможно, перед Non-Farm Payrolls у нас усилится данная тенденция. Почему? Потому что, если вспомнить, как рынок отреагировал на очень слабый отчет Non-Farm Payrolls в прошлом месяце, отчет у нас релиз был 7-го числа, я вот такую разделительную четко сделаю, 7-го числа был отчет Non-Farm Payrolls, который показал, что очень слабый рост рабочих мест состоял в США. В апреле, и после этого у нас пошло снижение, и мы вот обновили минимумы, провели 90 пунктов, ушли ниже, тестировали здесь снова минимумы. Значит, в мае ожидается, что те же самые факторы, которые вызвали слабый рост рабочих мест в апреле, они также продолжают действовать, в частности, это продолжающийся рост спроса на рабочую силу в США, и при этом не успевающе подстраиваться предложение труда. Парадоксально, да, вроде бы как бы, ну, слабый рост рабочих мест, обычно, ну, хочется ассоциировать, да, что это, ну, производители, фирмы создают мало новых рабочих мест, поэтому, собственно, ну, то есть, это со стороны предложения проблемы. А здесь происходит парадоксальная ситуация, у нас спрос, наоборот, очень сильно растет, это предложение не успевает подстраиваться. И, значит, майские данные отдельные, предварительные, типа заявки на посоветов безработицы, потом компоненты найма в индексах, вот этот ПМИ, да, значит, в непроизводственном производственном секторе, они показали, что продолжаются вот эти проблемы. Спрос на рабочую силу растет, в предложении не успевает подстраиваться, не догоняет спрос. То есть, те же самые факторы, которые вызвали слабый рост рабочих мест в апреле, они продолжают действовать в мае. Поэтому, может быть, также негативное отклонение может не оправдать, скорее всего, не оправдает рост рабочих мест в мае отчетный фармп и рост, и из-за этого, как и вот здесь вот эта реакция произошла, у нас доллар также скакнет вниз. Почему? Потому что слабый отчет в фармп и рост, это больше времени у ФРС, для того, чтобы больше возможности для ФРС тянуть вот с этими низкими процентными ставками. Потому что цель ФРС, это как раз-таки рост рабочих мест, достижение хороших показателей занятости. Если нет этого, они будут держать низкие ставки как можно дольше. Собственно, если полагать, что у нас произойдет негативное отклонение, негативный сюрприз на фармп и рост за май, как это было в апреле, если учитывать, что предварительные данные верны, и они на это указывают, то можно ждать очень похожую реакцию, как и было вот здесь вот снижение, да, к новому минимуму. Также здесь какая-то негативная реакция долларов 100 нового. Сначала вот этого минимуму 89.65 с каким-то отскоком, ну и затем дальше уже на 89.24. Учитывая, что у нас новый месяц начинается, июнь с нового месяца у нас новая идея сразу у всех в головах возникает, да, там, как нужно торговать, часто происходит в начале нового месяца смена тенденций, поэтому новый виток снижения доллара как раз-таки может произойти. На отчете норм фармп и рост для этого есть все предпосылки, мы их с вами сейчас обсудили. И, собственно, я не вижу как бы смысла отдельно по основным валютам разбирать ситуацию, достаточно по доллару разобрать, так как он будет вносить основной сейчас вклад в движение основных валют, может дать в целом более-менее одинаковое укрепление оппонентов доллара, в случае, если вот такая вот сильная слабость возникает на слабом отчете норм фармп и рост. Вот такие вот у нас дела обстоят на валютном рынке, мы с вами разобрали основные новости и отчеты, которые были на прошлой неделе, на этой неделе появившейся. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, вы можете задать их под видео, я буду рад их с вами обсудить. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вам понравилось это видео или вы считаете его полезным. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйтесь в профит. Продолжение следует...